Музыка Были такие нормальные времена, когда люди стремились к какой-то романтике в жизни. И, наверное, это идет оттуда. И с тех времен я хотел и мечтал строить самолеты, летать на них. Музыка Добрый день. Пенза беспокоит Тугушев. Александр Павлович, у меня много заявок сейчас на С-5М. Если хотите, вы не хотели бы свои самолеты реализовать? Нет. Понятно. Я не уверен, что я поступаю правильно. Я поступаю правильно для себя, в своих понятиях. А вот чисто если построить со стороны, то кто-то может даже посчитать, что я не вполне нормальный человек. О единственном в России предприятии по производству планеров мы могли и не услышать. Небольшой цех под скромным названием «Авиастроитель» было в одном шаге от банкротства. Если бы не пензенский бизнесмен Николай Тугушев. Изначально мы работали в основном на экспорт. География поставок Америка, Канада, Новая Зеландия, Англия. Сейчас мы стараемся работать на внутренний рынок. К сожалению, это не очень хорошо получается, потому что отсутствует популяризация этого вида спорта. Небольшое помещение, аромат дерева и металла, шуршание наждачной бумаги и еле слышный шум паяльника. Когда-то здесь были сотни мальчишек, которые своим звонким голосом кричали всему миру, что они покорят небо или поднимутся еще выше. Среди таких ребят когда-то был Николай Тугушев, но сегодня мечтающих о небе стало меньше. А голоса их еле-еле шепчут. Ты строишь сам, и он летит. Это, мне кажется, интересно очень. Можно сделать то, что после этого оно полетит. Нужно все посты управления проверять после окончательной сборки. Проверили без этой ерунды пост управления, но работает. А в воздухе он отказал. Аппарат строится очень долго. Сначала он разрабатывается, сначала появляются там какие-то эскизные проекты. И до реализации, полной реализации проекта проходит иногда год, иногда два. Мы сейчас строим новый аппарат. Это новый мировой класс с размахом крыла 13,5 метров. Этот планер полностью из угля. И мы его готовим и планируем его на чемпионат мира, который состоится в Прибалтике в августе месяц. Предприятие «Авиастроитель» — единственное в России место, где на свет рождаются планеры — безмоторные самолетики. Именно здесь в 2012 году на свет появился уникальный сверхлегкий планер, вес которого чуть меньше 115 килограммов. А по закону это означает, что аппарат может приобрести любой желающий, без лицензий и других разрешительных документов. Вот есть производственная площадь, да, можно выкинуть все это через забор, все эти матрицы, все эти самолеты, можно сдать в аренду и получать живые деньги, а можно продолжать кувыркаться с этим и пытаться что-то сделать. Поэтому вот захотят ли наследовать это или не захотят — это еще вопрос. Застать Николая вне работы, так сказать, в неформальной обстановке нам не удалось. Все свое время он тратит на главное дело его жизни. Но если верить в журналистскую удачу, то нам помогла именно она. Совершенно случайно мы узнали, что предприятие «Авиастроитель» делит территорию с небольшой автомобильной мастерской, которой управляет сын Николая Артем. К небу я как бы совершенно не тяготею, поэтому вот очень нравится. Ему там больше интересно заниматься автомобилями, ему интересно заниматься устройством разных ралли, грязевых, по грязи гонять на джипах, на внедорожниках. Когда-то Николай мечтал, чтобы Артем пошел по его воздушным стопам. Но сын нашел вдохновение на земле и не разделил мечты о небе. Конечно, Артем помогает на производстве, но это не из-за страстной любви к небу, а от любви к отцу, которого так не хватало в детстве. Я просто ждал, когда папа придется работать, потому что он на работе всю мою жизнь практически круглосуточно. То есть в разное время, разные занятия, разные направления. И, как правило, это занимало львиную долю всего времени, какое в принципе было. Я многим в жизни занимался. Когда началась кооперация в стране, я занимался предпринимательством каким-то. Собственно, в то время был сколочен какой-то определенный капитал, на который в дальнейшем были приобретены производственные помещения, производственные площади, что в дальнейшем позволило использовать эти площади для того, чтобы работать в этом направлении. А вы сами участвуете сейчас? Сейчас мне времени совсем полет. Последнее время что-то с полетами все тяжелее и тяжелее. Николай с самого детства мечтал покорить небо. Мечтал стать летчиком и стремился учиться этому у профессионалов. Но на полпути к своей мечте, будучи студентом авиационного училища, Николай лицом к лицу столкнулся с реальностью, против которой бессилен любой. И только спустя годы Николай с печальной улыбкой вспоминает эту ситуацию. Я его не закончил. Были обстоятельства. То есть я вылетел по ограничениям, по росту. И когда поступал, во мне было 184, а когда заканчивал 196. Когда в конечном итоге аппарат выкатывается на летное поле, ну, многие из рабочих приходят его проводить в первый полет. И вот когда он начинает разбег, то есть вот он побежал, люди смотрят, и вот у него крылья там, допустим, висят, потом они пошли, 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 пошли вверх. То есть это говорит о том, что самолет уже полетит. И вот момент отрыва, и он пошел вот в небо, и как бы многие говорят, что за это я и люблю свою работу, за эти моменты, именно за эти моменты. А так здесь любить по большому счету нечего абсолютно. Пыль, грязь, полиэфирная смола, запах, эпоксидная смола, краска. Полезного здесь ничего нет. Когда-то в нашей стране полеты, авиация, стремление к непознанному, непокоренному были на первом месте. Но со временем многие аэродромы закрылись, а юноши уже не мечтают о великих свершениях. Кажется, что Николай последний романтик, который изо всех сил пытается защитить свою страну в воздухе. И благодаря его команде, в которой всего дюжинный человек, в августе 2015 года российская сборная впервые в истории летала на аппаратах отечественного производства на чемпионате мира по планерному спорту в Литве. Один раз испытав чувства полета, остаются в небе навсегда и бывают преданными небу до конца жизни. Вот горка, смотрите, опа! Пусть почувствует полет. В моем возрасте, наверное, уже не мечтают. Хотя, как говорят, мечта должна быть всегда. Ну, сложно сказать на самом деле. Ну, наверное, закончить то, что начато. Чтобы вот это не пропало все. Я еще не думаю, но, скорее всего, пойду в летное училище Самарское. Мой талант – это вот как раз и мастерить вот эти самолеты. Николай всю жизнь создает планеры. Но при этом сам уже давно не летает. Наверное, все не случайно. И чтобы управлять таким производством, нужно крепко стоять на земле. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok